Александр Нестеренко, работник горэлектротранса, один из авторов проекта. Замысел соединить Челюскинцев и Красноармейский появился 8 или 10 лет назад. И хотя власти ни тогда, ни сейчас проект не поддерживали, Александр уверен, он актуален. По его мнению, многие автомобилисты, чтобы не стоять в пробках, пересядут на трамвай. Если с района станции до Кучаева, по Антона Петрова, Советской Армии, по строителей, до кинотеатра «Мир», от кинотеатра «Мир» можно в центр, через площадь Октября и на Восточный, или вниз по Красноармейскому до Старого базара. На площади Октября можно на любой транспорт пересесть и по Ленинскому вниз в центр уехать. И на это уйдет вот 30-40 минут. Трамвайная линия здесь уже была, говорит историк Данил Дегтярев, в середине прошлого века. Ее убрали из-за застройки, но землю вдоль строителей оставили, чтобы когда-нибудь линию восстановить. С тех пор здесь выросли деревья, но Дегтярев считает, что ими можно пожертвовать. Это многих удивляет. Данил, но вы же известный защитник зеленых зон. Как так? Ну, дело в том, что зеленые зоны у нас в городе, конечно, есть разные. И, конечно, вырубка парков, скверов, ленточного бора – это все очень плохо. Но есть такие моменты, когда общегородские интересы, интересы очень многих горожан, все-таки требуют небольшим количеством деревьев пожертвовать. И вот строительство трамвайной линии, оно ведь по большому счету тоже вносит вклад в экологию. Правда, в случае воплощения под нож пойдет и, например, одно из первых в городе дизайнерски обустроенных общественных пространств в районе остановки улицы Циолговского. Один из авторов, Максим Максименко, говорит, будет жалко, но ради общего блага готов на жертву. Ведь во всем мире уже понимают, что за развитием общественного транспорта будущее. Те города, которые когда-то в угоду автомобилизации трамвайные пути убирали, сейчас эти пути возвращают. Потому что современные трамваи с несколькими вагонами, низкопольные, бесшумные – это, безусловно, для любого города благо. Но имеет ли шанс на воплощение именно этот проект – увы, не факт. Высокое здание за моей спиной, прилегающая к нему территория съедают часть пространства. И до проспекта строителей остается совсем немного места. Удастся ли при реализации проекта проложить здесь трамвайные линии? Большой вопрос. Сомневаются и в самом Горэлектротрансе, и в мэрии. Там подтвердили, с проектом знакомы, но воплотить его трудно. И непонятно, где взять 140 миллионов рублей. Именно столько, по мнению авторов, понадобится для почти двух километров линий. Впрочем, заверили нас, сейчас город надеется обойти в федеральную программу, которая и предоставит средства для развития общественного транспорта. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока непонятно. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.